Добрый день. Добрый день. Видна ли моя презентация? Так вот, мне импонирует идея сравнения консервативного метода воздействия на олигометастазы с хирургическим путем. Это то, о чем мы всегда дискутируем, очень много, радиотерапевты и хирурги, хотя в большинстве случаев сходимся в одно мнение. И еще мне очень импонирует идея именно активного воздействия на олигометастазы, поскольку научный мир уже пришел к выводу, что действительно больных с олигометастазами опухлей разных локализаций первичных нужно лечить активно, нежели просто оставлять их на какой-то поддерживающей системной терапии. Подтверждением тому есть и перспективные исследования, флагами из которых были исследования из Соединенных Штатов, которые касались больных немококлеченным раком легкого с олигометастазами. Но чуть меньше двух лет назад мы получили результаты исследований Сейбер-Помет, который включал не только больных с раком легкого, но примерно пятая часть пациентов это были больные с колоректальным раком, а также раком легкого, раком предстательной железы, раком молочной железы. Примерно пятой части этих пациентов были выявлены энтастазы в печень, и локальное воздействие, коим было именно облучение, то есть тереотоксическая облатинная лучевая терапия, оказалось действительно весьма эффективно. В три раза были улучшены показатели пятилетней общей выживаемости, в три раза лучше оказались результаты выживаемости без прогрессирования, точнее в группе наблюдения, то есть только поддерживающей терапии. Последний пациент спрогрессировал, не дойдя до рубежа пяти лет после окончания лечения. Поэтому это действительно эффективно. Что касается больных колоректальным раком, то печень действительно всегда была излюблена локализацией для метастазов, в том числе и олигометастазов. По данным разных авторов, до 50% больных, а может быть даже и больше, будут иметь метастазы в печень, увы, как на момент диагностики, так и в дальнейшем при наблюдении, уже когда радикальное лечение было позади. Естественно, хирургический метод всегда превалировал. Он действительно обеспечивал очень-очень неплохие результаты пятилетней общей выживаемости, поскольку произведена адекватная резекция. Но однако, увы, определенная часть больных, примерно 10-20% больных с метастазами в печени, оказываются нерезектабельны. Что предпочесть в этой ситуации? Конечно же, заходит речь о разнообразии методик, которые уже упоминал Азимир Станцинович. Это и различные варианты абляции. Это, естественно, и лучевая терапия. Но не в том варианте, как мы привыкли это делать, облучать маленькими дозами, боясь приобрететь печень. Речь идет о действительно активном воздействии, большими дозами, интенсивными режимами на медстатические очаги. Я, если честно, не нашла вот то червское исследование, на которое высылались. По всей видимости, это было ретроспективное исследование, которых действительно очень много. Я даже не планирую делать какой-то обзор. Самое главное, что в выводах они, в общем-то, все сходятся к одному. Действительно, хирургическое лечение превосходит по отдаленным показателям лучевую терапию. Но если сравнить, к примеру, лучевую терапию и РЧА, то облучение более предпочтительно при более крупных очагах, в частности, 3 см и более. На слайде представлены данные большого исследования нескольких сотен пациентов от американских авторов по данным регистра, где проводилась стереотоксическая лучевая терапия пациентам с опухолями различных первичных локализаций, с метастазами в печени. Мы видим, что именно больные с колоректальным раком действительно выигрывают. Они имеют определенные преимущества в плане общей выживаемости по сравнению с пациентами с метастазами опухоли и других локализаций. Но в любом случае, печально то, что пока перспективных данных нет. И, конечно же, мечталось бы, чтобы в исследовании наших авторов были перспективно прослеженные пациенты. Но в любом случае, наверное, оценить то, что уже сделано, это тоже очень ценно, чтобы понять, насколько правильно мы движемся вперед и стоит ли двигаться в этом направлении дальше. То, что мы увидели в результате этого исследования, они, в принципе, на мой взгляд, логичны и ожидаемы. Единственное, что к чему хотелось бы придраться сразу же, это вот эта вот оценка эффективности стереотоксической лучевой терапии в зависимости от дозы. Понятное дело, что в этом исследовании использовано огромное количество режимов. одни из них малоинтенсивные, 5 фракций, 25 грей, это действительно скорее палеотинный режим, нежели условно-радикальное воздействие. Подавляющее число больных получили все-таки действительно интенсивные режимы облучения. Но мы, радиотерапевты, в нашей среде привыкли ориентироваться не сколько на саму суммарную очаговую дозу, как просто результат перемножения количества фракций на разовую дозу, то есть на абсолютные числа. Мы привыкли ориентироваться на биологически эквивалентную дозу, которая подразумевает как бы комплексную оценку интенсивности воздействия в данном случае лучевой терапии на метастатический очаг. Я позволила себе перевести ваши дозы в биологически эквивалентные дозы. Здесь картина становится, по крайней мере, для нас, радиотерапевтов, более ясной и логичной, в том числе и при проецировании на результаты исследования. То есть биологически эквивалентная доза, если мы изначально априори рассматриваем метастатический очаг в печени как высоко чувствительный очаг, она раскидывается таким образом в зависимости от выбранных режимов. И мы видим, что неким водоразделом является как раз БЭТ-100-Грей. Это тот самый частый, наверное, из применяемых режимов. Пять фракций по 10 Грей, 50 Грей суммарно, который, по данным очень многих авторов, является тем режимом, который позволяет добиться, наверное, оптимального локального контроля при проведении стереотоксической лучевой терапии. Это касается не только метастатических очагов, но даже и первичных опухолей. 100 Грей в биологическом эквиваленте и более это те режимы, которые действительно стоит рассматривать как наиболее эффективные. Собственно говоря, мы нашли отражение этого и в результатах вашего исследования, когда действительно не просто доза 50 Грей, а будем иметь в виду биологически эквивалентная доза в 100 Грей оказалась более эффективна в плане обеспечения локального контроля, хоть это, увы, не отразилось на общей вживаемости. Я думаю, что действительно это связано с той более сложной категорией пациентов, которые были включены группы лучевой терапии. Возвращаясь к результатам исследований, они действительно, на мой взгляд, ожидаемые, логичные. Мы видим, что хирургическое лечение позволило обеспечить лучший локальный контроль, что отразилось лучшей безрецидивной выживаемости. Причем, несмотря на то, что результаты оказались недостоверны, тенденция это однозначно. Хотя, как это и чаще всего бывает, это не отразилось на общей выживаемости. Но, видимо, это просто на всю популяцию и учитывая тот факт, что исследование само по себе ретроспективное. Оценивать результаты ретроспективного исследования это словно идти по мелководию, но по подводным камням всегда легко соскользнуть в некую необъективность. Для того, чтобы ретроспективный анализ, особенно сравнительный анализ, был более объективным, более адекватным, конечно принято проводить так называемую псевдораномизацию или сравнительный анализ по каким-либо характеристикам. В данном случае вот этот PSM или Propensity Score Matching Analysis я взяла в кавычки. Термин псевдораномизации звучал в презентации, которая была мне направлена. Вот из последней презентации он был убран. По всем правилам псевдораномизация должна включать немалое количество единиц наблюдения, то есть в данном случае пациентов, которое должно насчитывать не просто десятки, а наверное даже сотни или тысячи единиц наблюдения. И сравнение должно проводиться между двумя группами, которые очень хорошо сопоставимы по каким-то характеристикам. И характеристика этих тоже не должно быть мало. То есть, к примеру, только солитарные метастазы или менее двух линий химиотерапии. На мой взгляд, было бы интересно проследить результаты лечения пациентов, которые оказались хорошо сопоставимы в группе лучевой терапии и хирургии по большому количеству других характеристик, в частности, размеров метастазов. Проводилась ли ранняя лучевая терапия, если речь идет, к примеру, о больных раком прямой кишки. В зависимости от того, каков был изначально СУВ по данным ПЭТ-КТ, какая была доза и так далее. Очень интересные данные, на мой взгляд, были бы в отношении результатов лучевой терапии у больных с различным статусом микросоцилитной нестабильности. Конечно, пока еще не знаем, какова связь между действием на эдуемантную Химиотерапию или эдуемантную Химиотерапию, что пациентов в частности с дефицитом по статусу микросоцилитной нестабильности именно на эдуемантной Химиотерапией давала определенные преимущества, а химиолучевая терапия, увы, приводила к худшим результатам. И наоборот, у пациентов с профицитным статусом лучевая терапия позволяла даже лучше это результаты по сравнению с теми, кто получал только Химиотерапию. И, на мой взгляд, действительно было бы интересно задаться этим вопросом. В качестве примера анализа с сопоставлением данных, с псевдрономизацией, это известный анализ, на который ссылаются приверженцы хирургического метода у больных с ними как леченым раком легкого первой стадии в сравнении с сериотактической лучевой терапией. Этот анализ был опубликован относительно недавно и продемонстрировал явные преимущества хирургического лечения, но это было очень часто и много критиковано приверженцами лучевой терапии. Это я к тому, что в этом анализе огромное количество характеристик было вынесено, именно по ним сопоставлена группа пациентов, но и количество сопоставляемых пар действительно было огромное, более 17 сотен пар. Учитывая то, что изначально небольшое число больных в исследовании было включено, но, наверное, качественное сопоставление по множеству параметров априори невозможно. Поэтому, на мой взгляд, эта часть работы не выглядит целесообразной. Последний мой слайд в отношении выводов авторов. Я абсолютно не буду спорить с тем, что да, действительно, стереотоксическая лучевая терапия будет эффективна, управляющая большинство пациентов, особенно если речь идет о тех, кого нельзя прооперировать. Я абсолютно согласна с всеми другими выводами. Единственное, что действительно хотелось бы иметь более подробную информацию в отношении безопасности, поскольку вывод сделан, но информации нет. А безопасность и частота осложнений, токсичность, как мы говорим, того или иного метода лечения – это информация, которая всегда должна быть в любом исследовании. Профиль токсичности между группами больных, которые получали хирургическое лечение, лучевую терапию, действительно может различаться очень здорово. Отлично, что нет пациентов с пятой степенью, что ни один пациент не погиб на фоне лечения, но тем не менее информацию о клинически выраженной токсичности, осложнениях очень хотелось бы иметь. Еще раз подчеркну, что мне импонирует тема и идея исследования, и очень импонирует тот факт, что исследования в основном проводятся хирургами, делается вывод в отношении эффективности стереотоксической лучевой терапии в лечении подобных пациентов. На мой взгляд, это хорошо должно постимулировать коллег-радиотерапистов, потому что более активно брать таких пациентов на лучевую терапию. Большое спасибо!